Потому что это прямое знание. Ничего нет между. Она не имеет отношения никакой с религией. Религии были созданы людьми без так называемого рождения. Не для вас так установить общество всего лишь. Если вы начнете читать Бхагавадгиту, Кришна говорит там в дрожьте религии. И иди к себе без я. И это окончательно истинно. Когда ты знаешь себя в настоящих местах. И ты не находишь, что больше ничего кроме тебя здесь нет. И вся любовь только внутри тебя. Но ты любишь не себя, ты любишь какого-то Бога внешнего. Ты должен это поменять. Люби себя. А ты любишь это тело. Это мертвое тело. Из твоего присутствия, без твоего существования это тело не имеет вообще никакого смысла. А ты стал сжатывать одно от таких огромного количества концепций. Иллюзорных мыслей. Что там после рождения, что перед рождением, что после смерти. Иллюзорных мыслей. Это все о полнейших людей. Это все о полнейших людей. Их сияет, и существование кем ты будешь. Ты скажешь я не знаю. Это все о полном. Потому что это тело не весит, ты был бы маленьким, а потом ты вырос, а через некоторое время ты стал старым. А потом, хочешь ты этого или не хочешь, и все равно тебе придется подвинуться. Мы не сможем это взять с собой. Мы боимся, чтобы она не ушла, и страх смерти появляется. Потому что мы не знаем себя. Потому что мы себя оцениваем как мужчину или женщину. А ты ни мужчина, ни женщина. А невидимый и анонимный дух — это твоя суть. Зачем езди туда-сюда? Все только внутри тебя. Зачем мы сюда, чтобы поехать туда-сюда или же. Это все о фокусе. Все чудеса и вся магия только внутри тебя. Ты источник всех чудес и всей магии. Это не интеллектуальный мысль. Он говорит о слушателе, который внутри тебя. Нет. Не в этом теле. Ни этому телу. Смотри на себя сами внутренними глазами. А что это делает? Только кости, плоди и кровь. В один день она все улетает. А ты никуда не улетишь. Когда этот дом разрушится, небо останется, этот дом может разрушиться, а Дух останется. Зачем страдать? Зачем бояться смерти? Я нерождённый. Тогда никакого вопроса смерти вообще не возникает. И это окончательная истина. А когда ты понимаешь, что это окончательная истина, зачем вообще волноваться от того, что происходит? И этот покой и счастье спонтанное. Без каких-либо объективных или материальных причин. Ты основа всего мира. Но ты себя недооцениваешь. Ты в пользу от Бога. Покоя. Счастья. Жизнь без волнений. Бесстрашная жизнь. Это возможно? Да, это возможно. Только тебе нужно погрузиться в себя. А мы ищем что-то в ауне. Что-то другое. Это прямой контакт. Ничего нет в международного. У тебя должна быть сильная воля. И да, я хочу знать себя. Мы знаем всё, кроме себя. У нас много историй про Бога, Богини, духовность, Атман, Брагман. Заботь всё. Зачем думать о том, что будет постараться? До рождения ты решил, где ты родишься, кем ты будешь. Это всё воображение. Всё, это только потому, что мы постоянно думаем с точки зрения тела. У тебя есть духовные знания, но это только всё в соответствии с телесным знаниями. А когда всё телесное знание исчезнет, только тогда ты хочешь? Ты должен быть храбрый достаточно. Сильно, сильная воля. Нет ничего невозможного. Все эти грики святые, у них был точно такой же дух, как и внутри тебя. Они знали реальности, а мы нет. Это очень-очень простое знание. Это очень-очень простое знание. Ни бегание по кругу. Мы должны разорвать этот круг. Круг или взорвать концепции. Поехали. Поехали.